Вопрос. На своей странице в Фейсбуке и в Твиттере я начал писать о некоторых моментах, связанных с постом. Я столкнулся с двумя вопросами, которые я хотел бы уточнить. Я слышал, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал о желательности начинать еду с употребления нечетного количества фиников во время разговения. Верно ли это? Сколько их должно быть? Какие виды пищи и напитков Пророк, салаллаху алейхи ва салям, употреблял во время предрассветного завтрака и во время разговения в месяц Рамадан? Как я знаю, он ел ячмень, финики и пил воду. Что еще? Ответ. Хвала Аллаху. Первое. Постящемуся желательно разговеть со свежими финиками. Если он их не найдет, то сухими. А если нет и их, водой. Это закреплено в действиях Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Сообщается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, имел обыкновение разговляться с свежими финиками перед тем, как помолиться. Когда не было свежих фиников, то сушеными финиками. А если не было сушеных фиников, он выпивал немного воды маленькими глотками. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, сказал. В разговении Пророка, салаллаху алейхи ва салям, свежими финиками или сушеными, или водой, очень тонкая мудрость. Из-за поста желудок остается пустым, а печень не находит в нем то, что она могла бы всосать и передать для силы остальным органам. Сладкая быстрее всего достигает печени и больше всего нравится ей, особенно если это свежие финики. Они быстрее всего всасываются. Их использует печень и организм. А если нет свежих, то сушеные, так как они сладки и питательны. А если нет и их, то несколько глотков воды погасят пламя в желудке из-за голода и жар поста. Это обращает внимание желудка на поступающую пищу, то есть подготавливает его, которую он потом примет с большим аппетитом. 2. В сунне не закреплено, что посланник Аллаха специально разговлялся нечетным количеством свежих фиников или сушеных. Посему мусульманину достаточно следовать сунне в том, чтобы разговляться свежими финиками или сушеными, не считая их. Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, «Не обязательно и даже не является сунной, чтобы человек разговлялся нечетным количеством – тремя, пятью, семью или девятью». И только по поводу праздника разговения достоверно передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не отправлялся на молитву в день разговения, пока не ел сушеных фиников. И ел он нечетное количество. В другие моменты, кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ел специально нечетное количество фиников. Что касается хадиса, который передается от Анаса, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил разговляться тремя сушеными финиками или пищей, которой не касался огонь, то это предание передал Абу Я'ля под номером 3305, и оно является слабым, недостоверным. Смотрите Аль-Ба'ифа, номер 966, шейха Аль-Албани. Есть ученые, которые считают нечетное количество желательным во всем. Шейху Салиху Аль-Фаузяну, да хранит его Аллах, задали вопрос. Нечетное количество касается всех дозволенных дел, например, питья, кофе или иного, или это касается только тех вещей, о которых упоминается в текстах шариата? Шейх ответил, и здесь приводится сокращенный его ответ. Во всех словах и делах используется нечетное количество, и это является сунной. Шейху Абдуль-Кариму Аль-Худайру, да хранит его Аллах, задали вопрос. Совершает ли человек поклонение Аллаху, если во время принятия пищи и питья придерживается нечетного количества? Он ответил, да. Он поклоняется Аллаху, если поест один финик, или три, или семь. Нечетное количество, потому что нечетное количество любит Аллах. Передается от Мамара, от Аюба, от Ибн-Сирина, от Абу-Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину, Аллах нечетен, и он любит нечетное». Аюб сказал, Ибн-Сирин считал желательным нечетное количество во всем. Он даже ел нечетное количество. Цепочка передатчиков достоверна. В этом вопросе предоставлен выбор, если пожелает Аллах. Но хадисов о том, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, во время разговения ел нечетное количество свежих или сушеных фиников, нет, как нам известно. Но это мнение передается в качестве иджтихада от некоторых ученых. Третье. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, во время принятия пищи и во время поста, разговения, придерживался срединности, не был расточительным и чрезмерным, был таким, каким велел быть Всевышний Аллах. Ни в один из дней его мысли не занимали тревога о пище, но он воспринимал ее как средство укрепления. У Пророка, салаллаху алейхи ва салям, не было какого-либо обычая во время принятия пищи, которому бы нельзя было противоречить или какой-либо особенности. Если он находил еду, которая ему была по нраву, то он ее ел, а если нет, то молчал. А если пища ему не нравилась, то он ее не ел и, возможно, постился. Он никогда не порицал пищу. Он принимал в пищу мясо, хлеб, масло, мед и молоко, и иное, что иногда мог найти. Но иногда он и его семья проживали месяц, а за ним другой, и у них не было ничего, кроме воды и сушеных фиников. И иногда он принимал гостя в домах своих жен, но не находил ничего, кроме воды. Воистину, главной целью и заботой Пророка, салаллаху алейхи ва салям, и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах, были дела о последующей жизни и вопроса религии. Таким образом, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, ел то, что находил у своей семьи, и также то, что ему преподносили его сподвижники и соседи. У него не было определенного вида пищи или специального обычая принятия пищи, кроме того, что он начинал разговляться свежими или сушеными финиками, а если не находил, то он разговлялся водой, как уже говорилось. И также его, да благословит его Аллах и приветствует, предрассветный завтрак, сухур. Это были несколько кусочков пищи, которые бы поддержали его в течение дня. Он не принимал какую-либо определенную пищу во время сухура, кроме сушеных фиников. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, хвалил финики, сказав, наилучший предрассветный завтрак для верующего – это сушеные финики. А Всевышнему Аллаху ведомо лучше.